За организацию и полный порядок на проведенных выборах в субсехе мэр Анапы Сергей Сергеев предложил поблагодарить ответственных. Идею приняли и поддержали. Закономерно нет ни одной жалобы на выборный процесс. О криминогенной обстановке в городе отчитался начальник отдела МВД Андрей Терехин. Нарушали анапчане и гости курорта на прошедшей неделе заметно меньше. 550 сообщений, только 11 нераскрытых на потребительском рынке продолжают борьбу. В ходе очередного рейда изъяли 2200 литров вина и более 100 литров жидкости с названием «Коньяк». Продолжаются проверки иностранных граждан. За неделю был проверен 121 иностранных гражданин, 43 из которых привлечено к административной ответственности. За нарушение режима привлечения Российской Федерации на 4 граждан Республики Узбекистан и гражданин Аташистана наложен страх в сумме 2000 рублей каждому и вытворение за пределы Российской Федерации. Один гражданин Республики Узбекистан помещен в специализированной приемной для иностранных граждан на вытворение. Выявлено 17 правонарушений, из них два выдворены решением суда и наказаны два юридических лица со стороны по шесть протоколов. Они реализованы судом по 250 тысяч карт. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая отметила положительную динамику и изменения в бюджете города. Один из источников доходной части бюджета является налоговые доходы и, в первую очередь, зарезная оплата. На 1 сентября по итогам подведенных департаментом университетных отношений город Анапа по такому направлению, как сокращение задолженности, имеющейся перед бюджетом, занимает из 44 муниципальных образований первое место. По отношению прошлого года, нововичного периода, эта работа на 26% университет. Отметили эффективное взаимодействие управления архитектурой и социальной защиты. Город стал доступнее для малоподвижных анапчан и гостей курорта. До конца года специалисты градостроительных служб подготовят документы для участия в проектировании инженерных коммуникаций. Жизненно важные ресурсы подведут к участкам земли, выданным многодетным семьям. В этом году сделают проекты, а в 2014 году начнут строительство. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина отметила, в Анапе за 8 месяцев всего 4 оформления кредитов по народной ипотеке. Возможно, и должно быть больше. Кредиты на жилую площадь – это еще основание гарантии стабильной работы сотрудников. Если попадает семья, вступает в накопительную ипотеку, то у главы семьи, как правило, это мужчина, пропадает желание бухать и ввести антиобщественную жизнь. Распространение инфекционных заболеваний среди младших школьников предупредили, доложила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. В первую неделю медработники в школах обследовали детей с 1 по 4 классы. 47 ребят с повышенной температурой отправили к терапевтам. Оправдала себя профилактика распространения аллергических реакций на амброзию. В стойнице Благовещенской молодые люди собрали уже более 6 тысяч корней сорняка. Через 2-3 года такой практики амброзии станет в несколько раз меньше. Заместитель мэра Анапы Михаил Баюр рекомендовал такой метод работы главам других сельских округов. Есть задачи и по транспорту. Начальник управления по транспорту и связи Юрий Кудрявцев получил задание проверить городские и сельские маршруты, привести остановки в порядок. Если ломают, продумать антивандальные таблички расписания и скамейки. Это наше лицо, особенно проездные дороги, расписание должны быть, восстановительность, полное введение порядка на старом кладбище. То же самое. Давайте вернемся, потому что люди первый шаг сделают на сегодня, убрали то, что знали. Давайте дадим технику, давайте соорганизуем, может быть, из наших служащих. Не может быть, давайте на субботу организуем. Да, и организуем, и наведем помощь, и наведем порядок. За этими местами русские люди всегда ухаживают, без всяких напоминаний. На предстоящей неделе в Анапе продолжат подготовку к празднованию Дня города и организуют встречу 22-го кинофестиваля «Киношок». Он пройдет с 15 по 22 сентября. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.